От красивых подушек перейдем к самой красивой лиане вашего сада. Ну и если ее, конечно же, пока что там нет, то Анна Рассинина, наш постоянный эксперт, ландшафтный дизайнер, и расскажет об этой красавице. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Анечка. Ну, мы надеялись, кусты будут, знаешь, такие в рост, как минимум. И вот так вот, вот так вот. Но это совсем малыши, правда же? Это совсем-совсем-совсем малыши, и сегодня речь пойдет в основном о том, не как посадить большое, а как просто из нее сделать еще много маленьких и очень быстро получить то, что находится у нас на картинке. Так, ну, значит, красивая ли она? Как она называется-то вообще? Она называется девичий виноград пятилисточковый. Здесь кроется такая ботаническая интересность, потому что мы привыкли, что у нас есть, допустим, род Ель, Ель сибирская, вид у нее сибирская, да, Ель сибирская, а здесь вроде хочется сказать виноград, а вид его девичий, но нет, здесь название девичий виноград. Ну, он же не плодоносит. Он плодоносит, там даже где-то есть фотография с плодами, но они такие, скажем так, скажем так, ласкающие глаз, что виноград у меня заплодоносит, ну, конечно же, это такой. Это не тот виноград плодовый, культурный виноград, который тоже, кстати, с успехом здесь выращивают. Это как яблони в городе рассажены, знаете, вот эти маленькие малышки появляются. Яблони ягодные, можно это назвать. Ну, все хорошо. Да, все хорошо. И они есть, не скажешь, что в городе нет яблок с яблоками, они есть. Так вот они как раз плоды позади вас находятся. Они приятного такого цвета напоминают нам то... Киш-миш. ...то южное, что находится. Немножко выглядит, как будто уже кто-то пробежал, дети, вот и ободрали немножечко. Совершенно верно, совершенно верно, потому что вот этого, вот этого, как на картинке, вот этой дамы, к сожалению, у него не будет, но не это главное, потому что очень часто в наших садах имеются такие неприятные местечки, которые хочется чем-нибудь... Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Да, самое главное, чтобы эти местечки были под прямыми солнечными лучами, потому что в тени-то нельзя садить? Вы что? Уже, да? Был у меня один сад, скажу я вам. В общем, с ним можно в тени. Можно. Но только это будет дольше и чуть-чуть, скажем так, ну, ждать, ждать. Короче, запускаться процесс будет дольше. Мы же все такие жуткие торопыги, и мы вот это все хотим быстрее, быстрее, быстрее. А все почему? Потому что лета-то мало? Да, потому что нам кажется, что когда оно там? Но смею вас заверить, в саду время летит очень незаметно, и самое тяжелое, это дождаться вот этой раскачки. Вот первый-второй год, когда ты еще такой увидел картинку в интернете или где-то у кого-то к кому-то приехал, и думаешь, все, хочу-хочу-хочу прямо вчера. И, конечно, с садом так не бывает. Но на самом деле вот этот первый год, первый сезон подождать, и все начнется. И как раз для молодых, для новых садов девичий виноград, пожалуй, такое бальзам на душу. Потому что он делает все очень быстро. И в этом кроется его такой подводный камешек, потому что владельцы старых садов, когда они ставят вначале какую-нибудь маленькую арочку, тоненькую вдоль дорожечки, сажают виноградик и ждут, когда же, когда. В общем, год на четвертый, пятый, они думают, ну когда же, уже зачем ты мне вообще все разрушил. Если она была деревянная, он может ее даже... А, да! Есть ли смысл садить только виноград? Ведь есть же другие всякие вьюны, так называемые, которые тоже красивые. Лиан у нас достаточно много, это правда. Но по скорости роста с девичьим виноградом мало что сравнится. Я не могу сказать, что другие лианы более прихотливые, они просто медленнее. И вот в этом главный его, пожалуй, плюс в том, что он очень быстро делает свое вот это декоративное дело. Но тут все зависит от того, какую площадь вы хотите увидеть и с какой целью. Потому что если, например, это какая-то небольшая композиция, и у вас там стоит, может быть, декоративное, что-то типа такого, обелиска это называется, да, когда небольшая стенка, какая-нибудь маленькая опора декоративная, сейчас их довольно много симпатичных продается, то, конечно, он очень быстро ее поглотит, вы не поймете, где же она там. И мало того, он еще сделает вот так. Потому что ему будет некуда ползти, и он начинает становиться почвопокровным растением. Вот в том саду, который у нас сейчас на фотографиях, там несколько подпорных стен, и он сидел себе спокойненько на задней стеночке, декорировал забор и имел неосторожность, вот там видно даже на фото, выползти вниз. И уже этого каменистого сада не очень видно, потому что он лапки свои раскинул. А происходит так почему? Не только потому, что он сам хорошо разрастается, но и потому, что у него в каждом междоузле, междоузле, мы с вами понимаем, о чем речь, да, междоузле это расстояние между узлами и местом прикрепления листиков, вот есть такие вот, видите, они уже ждут. За что бы зацепиться? Конечно, и куда бы пустить свои. Да, но не вредно же обрезать, правда же, если не туда пошел? Его можно резать вообще нещадно, и можно даже сделать очень легкий, быстрый бизнес в этом растении, потому что это просто, или одарить кого-то. Вот если вы, бывают же, вообще отдельная категория садоводов, которым ничего не надо, морковки, свеклы и прочего, они просто любят делать дар. Это тоже круто, это своего рода кайф, поэтому вот этим растением одарить вы можете, и размножить его чрезвычайно просто, даже если, например, он пополз куда-то не туда, куда вам нужно, и вы просто срезали его, вариантов масса, либо просто срезанную даже часть вот эту прикопать, и она даст из каждого свои новые росточки. И поползет куда-нибудь дальше, либо нарезать его, поставить в воду, если вы любите, вот мы же любим, когда ждешь-ждешь, а потом корни. Вот, и многие говорят, ой, у меня вот некоторые растения не укореняются, вот если вы чувствуете, что вам хочется увидеть вот это, берите девичий виноград, у него, как только он увидит воду, у него корни уже пролезают, и они такие прямо... Анечка, ну и в финале, он же цвет поменял, летом-то вот такой же он, правда? Он всегда зеленый летом, и в этом году, конечно, это неравномерно, не могу сказать, что везде, но подозреваю, что в этом году он будет радовать нас достаточно ярким цветом. Это случается каждый год по-разному, иногда он приобретает такие неравномерные переходы от зеленого к желтому, иногда он совсем-совсем вот такой яркий, маленовый, бордовый. Очень разные, в зависимости от освещения, в зависимости от того, где он сидит, и закончу я, пожалуй, на таком моменте важном, о котором не могу не сказать. Последнее время довольно многие увлеклись у нас травят сорнячки, берут химию и пошли. И девичий виноград относится к тем растениям, у которого очень мощная поверхностная корневая система, и очень много побегов, которые под землей спят и ждут, когда они пролезут. И много обращений я вижу, и, в общем-то, коллеги замечают, когда, например, он растет рядом с дорожкой, корни, конечно, пускают туда. А вы, например, дорожку гербицидиком пролили от одуванчиков, страдает девичий виноград. Поэтому не увлекайтесь, пожалуйста, гербицидами, иногда проще выдернуть что-нибудь вручную, виноград к этому очень восприимчив. Что бы мы из вас сделали? Это боль, боль. Не знали бы, конечно, что лишний раз проливать всякими химикатами не нужно. Спасибо большое. Поговорили сегодня о таком красивом растении. Продолжим эфир.